Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу вас поприветствовать в замечательном городе Санкт-Петербурге, в котором замечательная погода. Благодарить вас за то внимание, которое вы уделили нашей сессии. Михаил Олегович абсолютно прав. Дело в том, что рассматривая различные побочные эффекты противоопухолевого лечения, мукозиты как-то остались в стороне. Ну, что называется, не до них. Но на самом деле это совершенно не так. Дело в том, что и для вас это не является секретом. Агрессивность противоопухолевого лечения повышается практически, уж если не с каждым днем, то точно с каждым годом. А возможности пациента прогрессивно тают. Это связано как с теми особенностями, что все-таки злокачественные опухоли ассоциированы с возрастом, а в процессе эволюции каждый человеческий организм, будем говорить, так становится тепереча не то, что давеча, то есть силы тают. И к моменту возникновения злокачественной опухоли, плюс сама злокачественная опухоль, конечно же, делают потенциальные возможности пациента переносить противоопухолевую терапию, регенеративные способности его организма, и в частности его слизистых, более уязвимые и менее способными противостоять агрессивным агентам. Под термином мукозит понимают любые изменения слизистой всего желудочно-кишечного тракта на фоне проводимой противоопухолевой терапии, будь то лекарственная терапия, или лучевая терапия, или комбинация двух этих методов. Патогенез и клиника зависят от локализации повреждения слизистых в пределах всего желудочно-кишечного тракта. Традиционно выделяют мукозит слизистой оболочки полости рта, или по-другому его называют оральный мукозит, и мукозиты иной локализации, к которым относят мукозиты слизистой пищевода, эзофагит, гастроинтестинальный мукозит, энтероколит, диарея на фоне химиотерапии, мукозит нижних отделов желудочно-кишечного тракта. По поводу терминологии о том, какой мукозит, как правильно называть, мнения специалистов пока к единому знаменателю не пришли, и на сегодняшний день выделяют мукозиты полости рта и мукозиты иной локализации, то есть остального желудочно-кишечного тракта. До 40% пациентов, получающих стандартные дозы лекарственных препаратов, имеют большой риск, и у них отмечается развитие лекарственного мукозита. Практически у 100% пациентов, которые получают лечение по поводу рака головы и шеи, отмечаются проявления мукозита в той или иной степени. До 75% пациентов, которые в процессе лечения им проводится трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, также попадают в группу риска, и у них отмечаются проявления мукозита в той или иной степени. Самые разнообразные противоопухолевые препараты вызывают мукозиты. По этому поводу у препаратов есть отметки в официальных инструкциях, которые мы, к сожалению, с вами не всегда читаем. Но из препаратов ежедневного применения в клинической практике это прежде всего алкелирующие агенты, антрациклины и другие противоопухолевые антибиотики, антиметаболиты, токсаны, ингибиторы топоизомиразы, ингибиторы МТОР, алкалоиды барвинка и другие лекарственные противоопухолевые средства. Основными патогенетическими причинами, этиологическими причинами возникновения лекарственных мукозитов у онкологических пациентов, конечно же, являются цитостатики и облучение, то есть радиация. Дополнительными факторами, способствующими возникновению этих побочных эффектов, является возраст пациента, пол, мукозиты чаще отмечаются у женщин, соматический статус, то есть наличие других заболеваний, наличие дилеции у пациента генов глютатион-трансферазы МУ-1 или ТРЕТА-1, эмпирически подобранные дозы цитостатиков в 100% случаев вызывают повреждения слизистых желудочно-кишечного тракта. Но в абсолютном большинстве случаев на сегодняшний день не являются причиной летального исхода у онкологических пациентов. Речь идет о том, что если вы лечите пациента согласно существующим рекомендациям, в частности, допустим, рекомендациям, по которым, ну вот, мне всегда очень нравится, очень удобно работать, это рекомендация Российского общества клинической онкологии, и это не только комплимент, так сказать, организации, благодаря которой мы проводим с вами сегодняшнюю встречу, но и констатация и огромное уважение коллективу ученых, которые адаптировали к нашим реальным действительностям рекомендации по лечению онкологических пациентов, включающих обследование, лечение и мониторинг. Дело в том, что человеческая память, она склонна к забывчивости, то есть, если человек забывает, это абсолютно нормально. Человеческая голова не сарай, туда все складывать не нужно абсолютно, потому что рано или поздно жесткий диск перегреется и возникнут проблемы. А вот если человек чего-то не может забыть, то он скорее рано, чем поздно станет просто пациентом, специалистом по душевным расстройствам. Но помните, есть такая замечательная песня «Все, что было не со мной, помню». Поэтому всегда нужно пользоваться справочной литературой. С моей точки зрения, каждый хороший доктор должен прежде всего помнить, как зовут его, как зовут его родителей, по какой специальности он сегодня работает и каким справочником нужно пользоваться. Все остальное написано в справочнике. Дело в том, что забывчивость одного нолика, то есть если один нолик к дозе забыть, то кроме механизма резистентности мы никакой услуги пациенту не оказываем. А вот если один нолик приписать, то у пациента получаются очень большие шансы до лечебного эффекта не дожить. И это всего лишь забывчивость. Компиляция и плагиат – это основа того, чтобы минимизировать ошибки. Поэтому, если вы пользуетесь справочной литературой, если вы аккуратно компилируете существующие режимы, доказавшие свою эффективность и безопасность в многочисленных исследованиях, проводимых по всему миру, конечно же, частота мукозитов у ваших пациентов будет значительно меньше. Но если вы склонны к импровизациям, то есть к придумыванию каких-то новых режимов терапии, а я вам хочу напомнить, что наука химиотерапии и наука об отравителях средневековья – это разные темы. Ну, то есть, будучи в городе Санкт-Петербурге, придя в любой дворец, там всегда экскурсоводы рассказывают, как они там друг друга подтравливали в свое время и пользовались для этого различными отравляющими веществами. Химиотерапия и наука об отравителях – это разные, к счастью, направления. Поэтому, если пользоваться стандартными дозами и пациент находится в сохранном состоянии, то частота мукозитов не является причинами летальных состояний. Если же пациент ослаблен, либо дозы лекарственных препаратов резко повышаются в силу каких-то мероприятий, то мукозиты могут привести вплоть и до летального исхода. Способствуют возрастанию степени тяжести или продолжительности мукозитов – это, конечно же, сама противоопухолевая терапия, это трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, лучевая терапия, особенно если она проводится на область головы и шеи, химиолучевая терапия, как одно из быстро развивающихся направлений, уменьшение числа нитрофилов и развивающаяся при этом иммуносупрессия, индивидуальные факторы, генетическая предрасположенность и возраст, употребление пациентам табака, алкоголя либо других раздражителей слизистой и соответствующим образом присоединившаяся инфекция слизистой оболочки. Исторически, то есть на прошлых знаниях, будем говорить так, на исторических знаниях патогенеза мукозита все основывалось на слове «инфекция». То есть исторически патогенез мукозитов выглядел таким образом. Химиопрепарат или лучевое воздействие приводит к неспецифическому повреждению ДНК клеток подслизистой основы, которые в свою очередь прекращают процессы физиологической регенерации эпителия, приводят к образованию язв, приводят к колонизации этих язв бактериальной флоры с развитием вторичной инфекции и связленной слизистой. И все подходы, благодаря вот этому историческому пониманию патогенеза, были основаны на проведении исключительно антибактериальной и противовоспалительной терапии у пациентов, у которых появились проявления мукозита. На сегодняшний день современный взгляд на патогенез выглядит следующим образом. Инфекция служит всего лишь второстепенным фактором в развитии мукозита, а противоинфекционный вектор не считается основным в лечебной тактике. Еще на доклиническом этапе мукозитов первые морфологические изменения выявляются в подслизистой основе. Повреждения эндотелиальных клеток, апоптосфибробластов развиваются гораздо раньше гибели эпителиоцитов. Клетки подслизистой основы оказывают влияние на развитие эпителиальных клеток. Доказано, что эндотелиоциты продуцируют фактор роста кератиноцитов, которые являются триггером роста и дифференцировки эпителиоцитов. Прямая диффузия фактора роста кератиноцитов из эндотелиоцитов определяет нормальное развитие эпителиального покрова. Соответственно, гибель подслизистых эндотелиоцитов приводит к прекращению поступления физиологических сигналов развития эпители к его истончению и образованию язв. Важна роль и провоспалительных цитокинов в патогенезе мукозитов. Уровень провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли, интерлекина-6, интерлекина-1-бета, повышается еще до того, как выявляются морфологические изменения тканей эпители. И если заняться лабораторной диагностикой и определением такого уровня, то можно значительно раньше даже субклинических проявлений определить о том, что у данного пациента риск развития мукозитов чрезвычайно высок. С точки зрения патогенеза, современного взгляда на патогенез развития мукозитов, начальной стадией или стадией инициации является прямое действие повреждающего фактора химиотерапии или лучевая, приводящее к изменению структуры ДНК, приводящее к быстрой клеточной гибели базальных эпителиоцитов, к снижению синтеза фактора роста кератиноцитов и к образованию свободных кислородных радикалов, которые, в свою очередь, приводят к повреждению соединенной ткани, ДНК, клеточных мембран и стимуляции макрофагов. На второй фазе патогенеза, который называется ответно-первичное повреждение, происходит дисрегуляция генов, отвечающих за синтез провоспалительных цитокинов, что приводит к дисрегуляции генов и к повышению уровня этих цитокинов. Затем происходит активация функции генов семейства BCL2, приводящих к активации генов и к ускорению апоптоза, и затем ускорение апоптоза по керамидному пути, приводящему к ускорению этого апоптоза. Третьей стадией современного патокинеза мукозитов является передача сигнала. На этой стадии происходит реализация каскада событий, запущенных на стадиях инициации, и ответа на первичное повреждение. Затем уже повышенная концентрация провоспалительных цитокинов активирует, в свою очередь, и сфингомилиназу, и вновь запускает цепь событий, и происходит усиление повреждающего действия на ткани, увеличение продолжительности тканевой гибели в течение нескольких дней уже после окончания противоопухолевой терапии. Следующая стадия, то есть четвертая стадия современного патогенеза мукозитов, которая называется изъязвление, проявляется тем, что образовываются язвы, присоединяется вторичная инфекция, происходит стимуляция синтеза провоспалительных цитокинов продуктами бактериальной клеточной стенки, приводящая к усугублению клинической картины мукозита. И заключительная стадия патогенеза называется заживление. На этой стадии происходит пролиферация и дифференцировка эпителиоцитов, синтез фибробластами циклооксигеназа-2, приводящая к стимуляции ангиогенеза и к ускорению восстановления подслизистой основы. С учетом таких знаний на современных знаний о патогенезе мукозита, именно профилактика мукозита имеет значительно большее клиническое значение, чем его лечение. Мы все с вами учились в медицинских институтах, и о том, что профилактика играет большую роль, чем само лечение, мы с вами очень много наслушались, но в отношении мукозитов это играет действительно чрезвычайно важную роль, потому что отвлекаться на лечение мукозита у онкологического пациента это, в общем, крайне неблагодарная тема, потому что у пациента вот эта пятая ступень патогенеза заживления ран происходит крайне медленно, потому что это связано еще и со снижением иммунитета у пациента в силу проводимого противоопухолевого лечения и наличие заболеваний. Профилактические мероприятия в период реализации основных патогенетических событий мукозита, приводящих к прямому или уже опосредованному повреждению базальных эпителиоцитов, клеток подслизистой основы и эндотелиоцитов, то есть первые три фазы патогенетической цепочки, могут значимо уменьшить образование язв слизистой и, соответственно, снизить тяжесть клинических проявлений мукозита, то есть профилактикой нужно заниматься, пока никаких язв еще не появилось. Когда они появились, это уже значительно сложнее. Значит, на сегодняшний день, согласно международным рекомендациям, выделяются следующие способы профилактики мукозита. Это соблюдение протокола по уходу за полостью рта, применение фактора роста кератиноцитов-1, криопрофилактика и применение коротковолнового лазера. В международных рекомендациях обозначены вот эти способы профилактики мукозита. В понятии ухода за полостью рта подразумевается чистка зубов исключительно мягкой щеткой или снятие зубного налета с помощью бинта, пропитанного зубной пастой, два раза в сутки, так как и велят делать господа стоматологи. Более того, внимательное отношение к абразивным пастам и соответствующим образом к плотности щетки. Применение зубной нити один раз в сутки. Частое полоскание полости рта физиологическим раствором с содой или водой. Температура используемого раствора может быть различной на усмотрение пациента. Применение фактора роста кератиноцитов-1, в частности препарата полифермин, позволяет увеличить толщину эпителия за счет изменения функций генов, препятствующих развитию оксидативного стресса, стимулированию синтеза интерлекина-13, снижение выработки фактора некроза опухолей альфа. Снижается тяжесть не только мукозита полости рта, но и гастроинтестинального мукозита, которые мы с вами объективно посмотреть глазом не можем по вполне нормальным причинам, потому что мы физически туда не будем пытаться добираться при помощи эндоскопии. Криопрофилактика это еще один пункт профилактики мукозитов, который утвержден международными рекомендациями, подразумевает охлаждение слизистой оболочки полости рта в период болюсного введения стоматотоксичного химиопрепарата, но препарат, естественно, с относительно коротким периодом полувыведения. При охлаждении слизистой в ней ухудшается кровообращение за счет спазма сосудов, при этом уменьшается степень проникновения цитотоксического агента и соответствующим образом снижается его повреждающее действие. Красивое слово кривопрофилактика в практическом выражении подразумевает применение пациентов кубиков льда, которые он рассасывает за некоторое время до введения цитостатика в период введения и после завершения инфузии. Значит, с кубиками льда я полагаю, вы, естественно, ну, нет другой кривопрофилактики, поэтому никто не будет замораживать, так сказать, там, жидким азотом слизистую полость рта, а с кубиками льда, безусловно, с пациентами возникают некоторые проблемы, потому что пациенты, конечно же, начинают утверждать, определенная часть из них, что доктор, я могу простудиться, если с ним, не дай бог, такое произойдет, ну, дальше, понимаете, не делая людям добра, не получишь зла. Поэтому рассказывать, конечно, пациенту об этом обязательно нужно. Более того, кусочки льда, конечно же, можно заменить, так сказать, щербетом, там, любимым мороженым, ну, что, в общем, человеку будет, может быть, поприятнее, но в любом случае пациенту нужно об этом рассказать и принять решение о возможностях проведения криопрофилактики мукозита совместно, дабы пациент затем не писал в соответствующей инстанции, что мне противоопухолевое лечение не помогло, потому что доктор накормил меня льдом. То есть, будьте, пожалуйста, в этом внимательно, хотя в международных рекомендациях и в исследованиях авторов, которые указаны, ссылки на которых указаны на этом слайде, об этом написано, как о методе, достаточно эффективном. Коротковолновой лазер применяется для последовательного облучения участков слизистой оболочки полости рта с экспозицией в каждой точке облучения в течение 15-20 секунд. Точки выбираются по принципу проявления гиперемии на слизистой полости рта и облучаются именно те участки, которые доктору покажутся, так сказать, более окрашенными, то есть, более гиперемированы по сравнению с остальными. Профилактика начинается в день начала стоматотоксичной противоопухолевой терапии и продолжается до восстановления уровня нитрофилов. Указанное воздействие приводит к значительному снижению тяжести мукозита полости рта у пациентов. Возможность применения коротковолнового лазера предусматривает прежде всего наличие такой возможности в конкретной клинике. Но помните, пожалуйста, что подобная опция является официальной международной рекомендацией. К дискутабельным методам профилактики, ну, я назвал специально этот слайд таким вот, мы будем говорить, корректным словом, хотя во многих современных источниках литературы об этом пишут, что такую профилактику проводить нельзя, подвергается сомнению целесообразность применения с точки зрения профилактики мукозитов холинолитиков, в частности препарата пропантелин, холиномеметиков, в частности всеми любимого и популярного пилокарпина для приема внутрь, подвергается сомнением полоскания полости рта с целью профилактики такими вещами, как раствор хлоргексидина, фурцелина, который мы с вами назначаем всем и всегда, повидон йода, полимексина, амфотерицина В и раствором, содержащим гранулоцитарные колоннестимулирующие факторы. Приготовление коктейля для полоскания полости рта с гранулоцитарными колоннестимулирующими факторами является достаточно популярной опцией среди врачей и химиотерапевтов. Некоторые очень любят рассказывать пациентам, что уж я вам приготовил коктейль, который будет почище молибу и секс на пляже, и у вас будет все хорошо. Да, это дорогой коктейль, потому что колоннестимулирующий фактор – это недешевые лекарственные препараты, но их роль и их эффективность в профилактике мукозитов очень сильно подвергается сомнениями большими самыми различными авторами. Но при этом практически все исследователи отмечают важность профилактического назначения ацикловира или валцикловира, который позволяет избегать развития герпетического мукозита. Герпетический мукозит – это несколько отдельная тема. Дело в том, что вирусом герпеса заражен практически каждый человек. И чем раньше он этим вирусом заразится, тем сложнее будет его жизнь. Про герпес рассказывать не буду. Современная медицина герпес лечить не умеет. В этом страшного ничего нет. Правда, мы активно стараемся. Вирус герпеса, который находится у человека, он проходит за 64 года. То есть подавляющее большинство вирусов через 64 года паразитирования на конкретном человеческом организме действовать перестанут. Но потом есть возможность подхватить другой штамм и все вернется. Значит, по данным исследования, которое проводилось в городе Санкт-Петербурге, и по этому поводу блестяще была защищена докторская диссертация в отношении герпетического мукозита, есть следующая практическая рекомендация в методику лабораторного обследования больных раком орофарингеальной области, пациенты, которые практически в 100% пациентов развивается мукозит в процессе лечения, перед проведением химио-лучевой терапии целесообразно включить оценку выраженности герпес-вирусного инфицирования слизистой оболочки полости рта с целью прогнозирования степени тяжести орального мукозита и подбора адекватного противоопухолевого лечения. Не забывайте об этом, пожалуйста, потому что сегодня лабораторные возможности позволяют определять в том числе не только факт наличия вируса, в том числе и вируса герпеса, но и его нагрузку, то есть как качественное, так и количественное нахождение на слизистой у пациента. Дефект микронутриентов это еще один очень такой злободневный проблема, о котором очень много говорили на предыдущей сессии в разделе нутритивного питания, но именно микронутриенты они очень во многих случаях приводят к прогрессии заболевания. Дело в том, что человеческий организм не может жить без целого ряда микроэлементов или микронутриентов, которые человеческий организм не вырабатывает. Он их должен потреблять извне, то есть с продуктами питания. Но с продуктами питания в последние годы произошли небольшие перемены. То, что мы с вами сегодня употребляем в пищу, конечно же едой в общечеловеческом смысле этого слова назвать нельзя. То есть то, что мы с вами сегодня потребляем это скорее корм, который приготовлен не тем, что создал Всевышний, а то, что произвели из отходов нефтехимического производства. Потому что изобилие в наших магазинах вот такой вот жидкости с торговым названием молоко, на котором написано не прокисает никогда, безусловно, наводит на мысли. Потому что мы с вами с детства знаем, что главным специалистом по молоку всех времен и народов является кот Матроскин. Он доказал всей своей жизнью о том, что молоко правильно хранить в корове. Если молоко хранится в корове, то оно сохраняет все свои полезные свойства. А если коровы как минимум две, то и счастья как минимум в два раза больше. Но современные производители молока делают его из чего-то. При этом я имею счастье путешествовать по бескрайним просторам нашей Родины, но я не припомню случая, когда я бы, например, на пространстве от Москвы до самых до окраин встречал вот такие громадные стада коров, мирно пасущиеся на наших заливных лугах. Нет, скорее корову можно увидеть по телевизору, не исключено, что скоро коров будут показывать детям в зоопарке. Из чего делают молоко, не знаю. Из этого же молока делаются соответствующим образом все кисломолочные продукты, которые мы с вами потребляем. Дальше я не буду вас кошмарить в этом плане, потому что выживет только тот, кто успеет вовремя мутировать. В случае возникновения заболевания дефицит микронутриентов начинает играть для пациента принципиальное значение. Дело в том, что, во-первых, пациент уже не может питаться так разнообразно и соответствующим образом кушать то, что полезно, а как мы знаем с вами из детства, именно то, что полезно, это всегда невкусное, потому что родители всегда объясняют, что то, что вкусно, вот оно точно не полезно. И об этом тебе расскажет зубастый доктор. Опухоль всегда изначально сопровождает дефицит микронутриентов, которые, в свою очередь, способствуют прогрессии онкологического заболевания, чем самым вызывая замкнутый круг, способствующий прогрессированию опухолевого заболевания. Одним из моментов является дефицит аргинина, о котором говорили на предыдущей сессии, так как дефицит аргинина снижает сопротивляемость к вирусным и бактериальным патогенам, угнетает противоопухолевый иммунитет, способствует прогрессированию злокачественной трансформации, а у онкологических больных это еще и усугубляется прогрессирующей потерей мышечной массы, о чем мы обсуждали на предыдущей сессии, и приводит к прогрессии опухоли и метастазирования. В нашей стране на сегодняшний день одним из достаточно интересных в клинической точке зрения препаратов, которые способны не только применяться в качестве фармаконутритивной поддержки, но и восполнять именно дефицит микронутриентов является препарат под торговым названием анкоксин. Препарат содержит тот состав, который представлен на слайде, это витамины, прежде всего фолиевая кислота и витамины группы В, вы знаете, что без фолиевой кислоты очень многие жизненные процессы также не происходят, это аскорбиновая кислота цинк и марганец, это аминокислоты аргинин, глицин и цистеин и биологически активные вещества, которые также входят в состав анкоксина. Это раствор для применения внутрь, значит, по рекомендациям Европейского общества клинического питания и метаболизма рекомендуется переоперативное применение этого препарата с точки зрения восполнения аргинина у пациентов, у которых планируется объемное вмешательство по поводу опухоли головы и шеи, брюшной полости, либо пациенты, которые лечатся по поводу травмам вне зависимости от нутритивного риска. Влияние диеты, обогащенной аргинином на инфекционные осложнения у пациентов имеет элективное оперативное вмешательство, позволяет снизить относительность риска инфекций практически более чем в полтора раза и снижение продолжительности пребывания пациентов в стационаре, что на сегодняшний день является чрезвычайно важным, так как назокамиальную инфекцию, то есть внутрибольничную инфекцию победить нельзя. Дело в том, что внутрибольничную инфекцию эффективно победить можно только двумя способами. Это называется, один способ называется огонь, то есть пожар, а второй называется экскаватор. Поэтому во многих странах, где бюджет на здравоохранение значительно меньше, чем у нас, косметические ремонты в клиниках не делают, но они считают это очень дорого. Мы страна богатая, большая, поэтому мы свои клиники с завидным постоянством ремонтируем и наводим им лоск, перестраиваем их, модернизируем, но новые стараемся строить как можно реже взамен старых, что, собственно говоря, сохраняет в этих клиниках высокий риск назокомиальных инфекций у пациентов, которые там лечатся. Другим незаменимым нутриентом является цинк, незаменимый микроэлемент, проявлениями его дефицита могут быть тяжелые иммунодефициты. Именно из-за развивающихся тяжелых инфекций при его недостаточности и была установлена незаменимость цинка, до 80% женщин и до 40% девочек, подростков не потребляют с пищей необходимое количество цинка. Дело в том, что питание женщин в культурах очень многих народов мира происходит по остаточному принципу. Ну, то есть, сначала кушают мужчины. Ну, так принято, понимаете, не я это придумал, и, девушки, я не хочу никого обижать, но так принято, что даже в русских народных сказках очень гуманных просто написано, что красавица должна быть писаная. Но это понятно, чтобы у нее не было выпадения стенок влагалища и, собственно говоря, не перерастягивался мочевой пузырь, поэтому она должна быть писаная. Но нигде не было написано, что девушку сначала нужно кормить, а потом любить. Везде написано, что женщин надо любить. С точки зрения компенсации дефицита нутриентов и такого незаменимого микроэлемента, как цинк, этот принцип не работает. Любовь не восполняет уровни цинка. У барышень их нужно кормить. Их кормить нужно разнообразно. Хочу только напомнить один маленький момент, что в русском языке слова «кушать» и «жрать» имеют абсолютно разные значения. Это разные абсолютно слова, и в них смысл необходимый. Необходимо, так сказать, вкладывать различные. Девочки, подростки, которые, естественно, переживают еще и очень мощный гормональный период, гормональные перестройки, увлекаются различными монодиетами, что, собственно говоря, тоже не приводит к здоровью. Помните, пожалуйста, что здоровье детям физическое в основном передается от мамы. От папы передается нечто большее, то есть умение быть философом и выживать в этой жизни. А от мамы здоровье. До 35% пожилых людей также имеют недостаточность питания и недостаточность цинка. Это связано как с особенностями организма усваивать этот микроэлемент, так и с такой банальной причиной, как проблемы с зубами. На сегодняшний день зубные протезы в нашей стране стали предметами роскоши. И далеко не каждый человек может себе позволить адекватный жевательный аппарат, поэтому тот аппарат, который у него есть, вот тем он манную кашу и пережевывает, потому что все остальное сделать достаточно трудно. К дефициту цинка приводят длительная терапия опиоидами, химиотерапия с применением цисплотина также сопровождается дефицитом цинка. В состав препарата анкоксин входит активное действующее вещество, которое называется эпигалокотехин-3-галат. С этим действующим веществом и с препаратом проводились и до сих пор проводятся в настоящее время международные клинические исследования, когда эффективность эпикалокотехина-3-галата изучается при эзофагите индуцированной химиолучевой терапии. У пациентов с немелкоклеточным раком легкого, которые получали этот препарат начиная со второй стадии эзофагита на протяжении всего периода радиотерапии и еще в течение двух недель после ее завершения, то есть а наблюдение продолжалось затем до восьми недель, было отмечено значимое снижение выраженности эзофагита при отсутствии его прогрессирования при применении этого препарата, то есть этого агента, который входит в состав лекарственного препарата анкоксин. При изофагите индуцированном лучевой терапии у больных раком легкого также применение анкоксина отмечало четырехкратное снижение выраженности боли уже через неделю его применения. Эффективная профилактика лекарственного мукозита с учетом механизмов его развития на современном этапе развития клинической онкологии доступна в условиях текущего бюджетирования и организации противоопухолевой терапии. И ничего, кроме ваших знаний и желаний этим заниматься не требует. Для этого никакой необходимости просить большой дополнительный бюджет слава богу нет. Благодарю за внимание.